В Советском Союзе такси было государственным и не таким доступным, как в наши времена. Это сейчас можно открыть приложение и заказать любое зеленоглазое, выбрав самое подходящее и по цене, и по комфорту. Выбираем, куда привокзальная площадь заказать такси. И тут же был назначен комфортный автомобиль, который прибыл через три минуты. Эта поездка стоит? Без доплаты нет. Какая цена, на ваш взгляд, от нашего местоположения до подзала? Где-то порядка 100-120 рублей. Вот так средний свой доход какой у вас? Чистый, ну я думаю, где-то 1050 может остается. Ну а сюда опять же не считаю, что мне приходится ремонтировать машину. Вот. И условия труда. То, что для того, чтобы заработать мне эти 50 тысяч, я должен ежедневно, практически без выходных, работать по 14-16 часов. До диспетчера дозвониться можно, по идее, но очень тяжело. И вопросы решаются практически в одностороннем порядке. Ты козел, почему-то не делаешь то, что тебе обычно говорят. Именно низкая цена за услугу перевозки и заставила выйти на акцию протеста часть саратовских таксистов. Утро понедельника 2 марта началось с фейковых заказов, которые делали сами водители. Таким образом, они пытались обратить на себя внимание Яндекс.Такси и Ситимобил. 7 утра. Парковка у здания старого аэропорта. Не совсем массовый, но протест. Около 100 человек собрались, чтобы выдвинуть свои требования агрегаторам. Уже на дворе 21 век. Бензин стоит 43-46 рублей. А цены у нас в данный момент 2000-х годов почему-то. Вот. Второй момент. Естественно, повышение цен. Честный таксометр. Потом понижение комиссии, потому что не заведомо за что, непонятно нам, за что они берут 20-25% с заказа. Я вот Яндексе, например, работаю, да. Мне не устраивает то, что я не вижу конечной точки. То есть я еду, можно сказать, в никуда. 39 рублей, 49 рублей. То есть люди, три человека садятся, сидят в машине, сбрасываются мелочью и сидят еще, говорят, о, мы дешевле, чем на автобусе, сейчас доедем с комфортом от подъезда до подъезда. И прийти к какому-то общему согласию, чтобы и для пассажиров были адекватные цены, и для водителя. Последней каплей, как говорят таксисты, стало нападение на их коллегу. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Пассажиры заказали такси, не указав, что с ними будет ребенок. Водитель отказался вести семью, так как специального кресла у него не было, и предложил вызвать другую машину. А почему вы конкретно ездите без детского кресла? А потому что у меня его нет, и я не обязан его возить. А почему у вас его нет? Вы таксист. Выходи, сынок, вы заказывали новую машину. Ты что, попутал, что ли? Ты за сотки что-ли попелся, блядь, а? Коль, блядь, медальный. В чем была моя провокация, я не знаю. Я им отказал от поездки, они полезли в машину. Я их что, сельком туда затаскивал? Ну, в принципе, это уже пускай разбирается, кому надо надо разобраться. С Яндексом я связался, то есть сообщение написал сразу же, буквально. Ну, они мне ответили, когда уже в сети появилось видео, через три дня они мне позвонили, спросили, как мое самочувствие, типа, извинились за долгий ответ, и все. Дали промокод на 12 часов, я так скажу, чем ниже цена поездки, тем чаще попадаются такие пассажиры. Мы рассматриваем случай вот такого, откровенного хамства и даже там близкого с криминалом, да. И здесь нельзя делать какие-то выводы на основании одного случая, что таксисты не защищены, или там пассажиры не защищены, потому что, ну, это та ситуация, которая должна разбираться в органе полиции. С детскими креслами, ну, в последнее время ситуация стала чуть полегче, из-за того, что произошли изменения в правилах дорожного движения, если раньше до 12 лет была необходимость перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве, то теперь правительство изменило ПДД два года назад, и сейчас такое требование сохраняется для детей до семи лет. Конфликты из-за детских кресел, а вернее их отсутствие, не редкость. Многие родители признаются, порой дождаться машины с удерживающим ребенка устройством очень сложно. Вот с ним я могу проехать на такси и буду ждать такси долго, но шанс есть. С ней я не могу проехать, а с двумя я совсем не могу проехать. Крайне редко приезжает такси с креслом, либо даже если пишешь в комментариях, то приходится очень долго ждать этого такси. Операторы говорят, что, ну, как бы берут вызов, а по факту сами водители уже на месте отказываются. Такси, конечно, пользуемся. Я очень часто на них езжу. Меня удивляет, что иногда приезжает очень грязное такси, иногда таксист очень грязный, курит, невоспитанный, неинтеллигентный. Я ни разу в грязной машине не ездил, несмотря на разное время года. Никто меня ни разу не оскорбил ни видом, ни словом. Я пользуюсь, пока все нормально было. Еще Яндекс.Скидки делают. Вчера я доехал за 29 рублей всего, где-то километра три ехал. Последние 10 лет государство пытается регулировать рынок таксомоторных услуг. С 2011 года для перевозки пассажиров требуется специальное разрешение. По информации областного Минтранса, на сегодняшний день в регионе насчитывается более 1300 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и 11 тысяч автомобилей, которые занимаются частным извозом. Но влезать в ценовую политику перевозчиков государство не собирается. Здесь нужно понимать, что непосредственно перевозки осуществляют таксисты. Они имеют право работать с агрегатором, с одним, с несколькими. Могут работать по заказам с юридическими лицами, осуществлять перевозку каких-то постоянных клиентов, работать сами в поисках заказа на улицах, на каких-то перекрестках. И, естественно, тарифы они сами себе устанавливают. Регулирования тарифов на перевозке такси нет, никогда не было. Для атаксистов это очень сложная ситуация, потому что уровень, так сказать, их дохода низкий, что тут же приводит к тому, что на рынок выходят люди не сильно, скажем, квалифицированные, часто приезжие, работать им приходят сутками, из-за этого они засыпают за рулем, из-за этого условия труда у них тяжелейшие. Если говорить про законы таксистов, насколько я помню, то, что обсуждалось, то запретить им работать в нескольких агрегаторах одновременно и лучше контролировать то время, которое таксист проведет за рулем. Не для того, чтобы ущенить его возможность зарабатывать, а для того, чтобы его, наоборот, защитить от переработки, что плохо может сказаться на аварийности. Одно из основных требований таксистов – самим устанавливать цену поездки. Такими привилегиями сейчас пользуются так называемые бомбилы на привокзальной площади. Если мы приехали на вокзал за 52 рубля, то местные таксисты согласились нас довезти обратно за 200. Людям интересно подешевле съездить. Ясное дело. А к нам уж куда человек приходит, мы тогда везем. Мы собираем остатки. Многие таксисты поддерживают своих собратьев, но выходить на акцию протеста не хотят, потому что им надо кормить семьи, да и не верят, что что-то можно изменить. Я поддерживаю, но обстоятельства. До свидания. Всего хорошего. Представители агрегаторов Яндекс.Такси, Ситимобил и правда на связь с таксистами не выходили, и комментарии СМИ не дают. Правда, стали отдельных водителей блокировать, что и случилось с Вадимом Разуваевым, который участие в акции не принимал, а лишь приехал осветить мероприятие как инстаблогер. Лично я не вижу в этом смысла. То есть вот результат. Все, кто либо заблокирует, либо опять никто никого не услышит. Не все водители идеальные. Кто-то хочет получить 500 рублей, никуда не ехать. А в основная масса, кто хочет работать, она работает. Да, это 14 часов. Но 14 часов они откатывают, они, допустим, берут два выходных. То есть у них за недельный заработок выходит месячный заработок, нормальный. На этой неделе водительский протест в Саратове начал приобретать и политическую окраску. Во вторник к месту сбора таксистов приехал депутат-коммунист Николай Бондаренко. Вроде как поддержать народ и вдохновить на дальнейшую борьбу. Будет вторая волна забастов, которую мы хорошо осветим, которую мы заранее подготовимся, а после этого надо выходить на митинг. Они другое ничего не слышат. Правительство не слушает тех, кто ничего не может такой опасностью создать. Они слушают только, когда дороги перекрывают, когда выходят, забастовки организуют, когда это массово. Никто не слушает. Я просто вот эту кашу 10 лет кушаю. Я знаю, когда они вообще внимания на это обращают. Ваши 100-200 брать автопробег помогли. Да, очень правильно. Очень правильно. Мы юридически поможем это все организовать. Мы поможем это организовать. Давайте согласование 10 дней на этот автопробег. В советские времена, о которых, возможно, тоскует депутат Бондаренко, устроиться на работу в такси было непросто. Доходы в том числе и левые у водителей были неплохие. Но и вкалывать приходилось по полной. 83-летний пенсионер, отказавшийся называть свое имя, в такси уже более 30 лет. Считает, что сейчас среди его коллег много людей случайных. Тогда в такси сложно. Сложно устроиться было. И потом в такси профшофера не возьму. Нужно ли второй или первый класс. Тогда были классы. Второй класс. И не менее 3-4 лет стажа было. Тогда только такси брали. Мы, водители такси, мы прежде должны на человека ориентироваться, которую мы обслуживаем. Мы должны обслужить, чтобы он доволен остался. Вот здесь или туда подальше? Можно подальше. Не возьму я, не возьму. Я не такой человек. Я все равно еду в Индекс. Совсем недавно в Яндекс.Такси появился рейтинг пассажиров. И теперь водители воспользовались этим, как инструментом для борьбы с агрегаторами. Они готовы намеренно ставить самые низкие оценки, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Продолжение следует...